добрый день это канал дикий life я приветствую всех кто нас смотрит спасибо большое что подписываетесь на мой канал меня зовут виталий дикий сегодня мой гость и сергей любарский аналитик публицист блогер лоббист украинских интересов в соединенных штатах америки это особо важно в нынешнее время здравствуйте сергей рад вас видеть здравствуйте очень приятно мне тоже очень приятно у меня есть несколько вопросов хотел бы получить исчерпывающие ответы но давайте начнем с основного вы знаете что у нас очень интересные кадровые перестановки говорят это все происходит не без участия соединенных штатов америки представители белого дома министр обороны резников написал заявление об отставке уже называют фамилию другого человека но все же вот о феномене резникова и соответственно американском давлении это правда что оно существовало да абсолютно значит о том что резникова хотят снимать по закрытым каналам из пентагона и из белого дома у меня как ни странно есть там слева информации я узнал в середине июля то есть больше месяца назад вот я позвонил сергею гайдаю назывались в закрытом пространстве назывались какие-то фамилии и основной критерий который белый дом выставлял это не коррупционер то есть все понимали что резников коррупционер и человек способны нас на наладить производство оружия в украине и сергей гайдай повесил опрос населения на своем фейсбуке двадцать четвертого июля как раз вот пуп 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 по следствию нашего разговора спрашивая население кто видит следующим министром обороны украины то есть дни резникова были сочтены почему так занят долгое время потому что реально не могли найти кандидатуру на его замену которые устраивают обе стороны видимо такая кандидатура нашлась и основной за что сняли резникова это за коррупцию он было однозначно понятно что это коррупционер американцы этим недовольны и второе то что полностью не способен наладить какое-либо производство оружия в украине и сейчас меняется американская политика они хотят видеть что украина производит частично какое-то оружие у себя кстати господин салливан представитель администрации байдена недавно встречался с тремя высокопоставленными украинскими чиновниками и очень активно обсуждал тему ужасной коррупции министерства обороны и вообще военном блоке ну я имею ввиду тут блок который обеспечивает фронт и военные действия понятно о ком идет речь хотя на самом деле салливан сказал интересную фразу мол никто не утверждает что резников коррупционер но все же то что происходит у него парафи или в его департаменте это вызывает возмущение как это понять это типичный американский способ общаться то есть признать лично резника коррупционера это признать то что белый дом и генерал мили и вся верхушка американского реналитета замаралась слишком много говорили что он большой друг что он надежный сторонник и сейчас сказать что все что мы говорили это неправда это был махровый коррупционер причем я не утверждаю что он был сам резников то это замараться поэтому ему дали резникову возможность почетно уйти то есть его не судят его не уволили он сам резайн понятно что по политическим давлением сегодня все наши газеты вышли под заголовком огромный коррупционный скандал в украине взятки 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 то есть вашингтон пост нью-йорк-таймс все газеты говорят флоп взятки при этом резников не называется как получатель взяток он называется как человек который не смог победить в украине в свое министерство коррупцию вот 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 так его ушли но сильно его пинать ругать нельзя потому что ну во первых это как бы яйцо в лицо администрации слишком долго он был хуже в администрацию да во всех своих выступлениях он всегда подчеркивал генерал мили мой друг генерал мили мой близкий друг вот с другой стороны если слишком много говорить о коррупции в украине это слишком на сторону ряда республиканцев так рука на его крыло который постоянно кричит о том что украине коррупция следовательно зачем мы помогаем одной коррупционной стране в борьбе с другой коррупционной стране это не наша война поэтому раздувать слишком много коррупции никто здесь не будет это невыгодно это минут не не помогает политики белого дома но тем не менее салован был очень недоволен это ну то есть я об этом знал середины июля думаю это недовольство началось раньше и это закономерный процесс простительно интересный момент буквально за несколько недель до этого резников заявил о том что говорят это было на встрече с представителями пентагона либо администрации байдена в общем неважно кулуарных разговорах или прямых переговорных процессов мол день войны в украине стоит нашей стране 100 миллионов долларов и намекнул абсолютно однозначно что помощь финансовая и военная достаточно вялая особенно последнее время если даже не вялая то с большим опозданием принимаются решения а в украинском формате есть такое выражение дорога ложка к обеду на самом деле из никого говорят в этом процессе был прав или нет он был прав безусловно то есть это не взаимоисключающие понятия или не взаимоисключающие парате параметры то есть резников или не резников совершенно очевиден тот факт что объем поставок вооружения который был и до этого неадекватен тем вызовом который встретила украина начал резко сокращаться причем подчеркиваю резко и беспрецедентно резко то есть начиная с начала августа произошло резкое падение уровня поставок в украину сначала августа не было я в общем-то представляю аналитический портал протекте украина сидят группа аналитиков которые за этим следит я считаю что мои ребята я в меньшей степени просто использую их материалы наверное наиболее компетентная и объективная команда по аналитике поставок вооружения в украину и начиная с начала августа вооружение радикально упала то есть за весь август было две поставки 200 250 миллионов практически ничего тяжелого имеется ввиду вашка и озброение все поставки это снаряды расходники и так далее причем в неадекватных количествах что такое 450 миллионов это половина того что поставляли обычно украина воюют на миллиард в месяц там миллиард . один миллиард сто миллионов поставили в этом месяце на 60 процентов меньше чем обычно поставляли в среднем и это в то время когда идет огромная критика украины о том что она распыляет свои силы о том что не наступает там где америка считает украина должна наступать справедливо несправедливо не обсуждаем то есть момент когда идет развязка все понимают что идет развязка контрнаступление осталось считанные месяцы до начала весе осенней распутицы поставки вооружения категорически сокращаются что приводит другому аналитическому замечанию в прошлом финансовом году на финансовый год заканчивается сентябре в прошлом финансовом году байден недопостав под байдами до коллективный байден белый дом офис офис президента недопоставил 4 больше четырех миллиардов долларов то есть выделенных конгрессом оружие байден недопоставил на сумму 4 миллиарда долларов в этом году потому по тем темпам которые байден поставляет и остался месяц похоже что недопоставят на еще 2 миллиарда долларов то есть байден не использует все те финансовые ресурсы которые конгресс то бишь американский народ выделяет для поддержки украины и в этом рейтинг абсолютно прав очень интересный момент кстати сегодня три месяца как происходит контрнаступление на вооруженных сил украины так скажите проблема с минимизацией поставок и в том числе и помощи военной технически имею ввиду и финансово это связано в первую очередь с более важными ожиданиями от контрнаступления украина не оправдала в глазах сша до сказанное либо что-то происходит внутри соединенных штатов америки внутренние какие-то процессы которые не дают байдену расправить крылья ведь он так активно об этом говорит нет никаких внутренних процессов которые влияют на позицию байдена не происходит то есть республиканская партия занимается своей политикой у них своя адженда своя политика как бы это никак не влияет на поведение байдена мнение республиканцев на поведение байдена никак не влияет более того если верить республиканцев их партия раскололась половина партии за радикальное увеличение поддержки украине только что в этих выходные воскресенье майк пенс давал интервью где он критиковал байдена за нечетко сформулированные цели и радикальное уменьшение поставок вооружения майк пенс президент кандидат президент и бывший вице-президент с другой стороны есть рама с вами и трамп которые говорят то что войну надо заканчивать и поставлять ничего не будем то есть республиканская партия раскололась никак этот раскол не влияет на байдена это чисто позиция байдена и дальше я перехожу в область размышлений после этого были в области фактов мое понимание ситуации примерно следующая позиция байдена который никогда не скрывал много раз говорил было проход до азовского моря желательно окружение или возвращение мелитополя безусловно так маг соответственно это дает и дословно цитирую администрацию байдена хорошие карты для переговоров соответственно сентябрь октябрь переговоры и окончание войны но дальше естественно читалось по тексте путем признания каких-то аннексированных территорий и дальше снятия санкций с россии и так далее это была платформа и позиция байдена нет никакого секрета об этом говорилось очень много сейчас стало очевидно что эта позиция недостижима украина там по разным причинам не сможет осуществить вот указанное до начала весенней распутицы сейчас ставится целью хотя бы деоккупация так мака ну то есть совершенно меньше вот это это тоже под вопросом соответственно байден или пытается влиять меняет свою программу пытается влиять на поведение украины вот таким вот давлением то есть недопоставки оружия то есть я только сказал недопоставят 2 миллиарда если мерять попугаях значит один хаймарс стоит новые четыре с половиной миллиона поддержанный два с половиной посчитайте сколько на два миллиарда можно там поставить хаймарсом если мерять попугаях да или в танках которые стоят там 8 миллионов по по закупочной цене а сейчас так как они бэушные они стоят дешевле ну то есть как бы вы не мерили то есть два миллиарда существенная сумма нет это позиция байдена которая заключается в том что он абсолютно никогда не собирался возвращать крым и донбасс украину этот конфликт всегда был то есть конфликт отношений украины с официальной администрации байдена заключается в том что зеленский всегда подчеркнул что цель войны это деоккупация всей территории украины и принял ряд закона сколько понимаем украине который просто запрещает вести переговоры чем-то другом а позиция белого дома всегда была о том что нужно принять хороших провести хорошее контраступление получить хорошие карты для переговора сделать переговоры признать аннексию каких-то территорий вот это явно очевидный конфликт и он вот так себя проявляет интересно давайте если можно немножко углубимся значит смотрите у нас в украине будет мнение что существует какой-то сговор до между путиным и байденом и сейчас как раз в этом контексте развиваются события это похоже на право знаете я все-таки аналитик я вам перечислил на распяток теории которые я слыхал а вы и ваши зрители решат какая из их теории наиболее противопротиворечивали на или более логично из тех теорий то есть совершенно очевидно что позиция байдена начнем сначала позиция байдена не соответствует его словам то есть на словах байден поддержит украина реально байден недопоставляет то небольшое количество ассигнований который конгресс сделал для украины то есть конфликт явно налицо то есть между словом и делом и соответственно здесь ходят в америке разного рода военные аналитики политические обозреватели которые пытаются объяснить что же происходит первое объяснение боязнь ядерной эскалации вот байден боится ядерной эскалации правда не правда такое объяснение существует вот второе объяснение почему собственно происходит то что происходит этот конфликт это как ни странно об этом говорил закрытых кругах саловен боязнь национальной чистки и резни где оккупированных территориях то есть вопрос что будет с крымом если туда идут украинцы сколько людей идет под суд сколько будет беженцев международный конфликт опять же не обсуждаю правильно неправильно верно неверно это тот к теория тут концерн те 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 факты которые значит здесь существует третья теория которая мне представляется абсолютно живой техническая то ли у нас нет оружия то ли логистически мы не можем столько поставить то ли то ли еще это полная полная как не представляется глупость но тем не менее вот такая теория тоже развивается вот и четвертая теория теория конспирологическая о том что существует некий сговор между байденом и путиным о том что часть украины будет передана и так далее и с этой точки зрения но у меня лично нет ни малейшего сомнения потому что факты опубликованные в конгрессе сша говорит о том что байден коррумпирован то есть байден получал взятки называется сумма доказана сумма в 20 миллионов называется максимальная сумма полученных взяток до 60 миллионов это не сплетни это документы конгресса вот и соответственно он коррумпирован китаем то есть вот он через сына хантера байдена получал взятки из Китая, он получал взятки из Украины, он получал взятки из России. Вдова мэра Москвы передавала 3,5 миллиона, это доказано. То есть это доказанные факты. Это Батулин, а мэр Лужков, да, в свое время? Да, 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 именно так. Вот, и, соответственно, я это рассматриваю очень просто. Если у вас, простите, оторвался карданный вал в автомобиле, трудно объяснить, почему автомобиль идет так. То есть когда у нас во главе Белого дома находится президент, который берет взятки, причем, опять же, это не теория заговора, это никто не сошел с ума, это методично Конгресс проводит расследование, публикуя документы о фактах коррупции семьи Байдена. То логически рассуждать, почему он себя ведет так или иначе, очень тяжело, очень тяжело. Из того, что я знаю, опять же, из тех сливов из Белого дома, что, в отличие от Китая, все принятые решения по войне в Украине решает лично Байден. То есть его позиция решающая, он, естественно, слушает позицию остальных, но принимает решения лично он, и решения, которые во многом, никто об этом не будет говорить в открытом пространстве, удивляют и разочаровывают его прямой причиной. Того же Салавана и того же Миле. То есть никто не знает, зачем он так себя ведет, но он так себя ведет. Тот же Салаван по-другому бы раскладывал этот пассианс, и тот же Миле, практически все американские военные, как и действующие, так и запасы, считают, что мы существенно не додаем вооружие в Украину, и никто всерьез не будет верить в ядерную эскалацию. Но, тем не менее, они не могут критиковать Байдена, они его подчиненные, естественно, нужно показывать объединенные, так сказать, руководство страной, никто его не будет из действующей администрации критиковать Байдена. Тем не менее, даже демократические, сторонники демократической партии, то есть партии Байдена, военнослужащие, которые не служат сейчас, ну, например, Уисли Кларк, бывший президентский кандидат демократической партии, он открыто критикует Байдена. Тот же Бен Хаджес открыто критикует. То есть там список лиц демократических или продемократических генералов, которые открыто критикуют Байдена. То есть Байден делает что-то странное. А почему он это делает? И я думаю, что это не так. Ну, очевидно. Но в любом случае, откуда у нас такая версия? Дело в том, что очень много экспертов, которые изучают ситуацию, контактируют в том числе с американской стороной, они говорят о том, что Бернс и, соответственно, Салливан время от времени встречаются с представителями Кремля, и как бы там контактят, и как бы занимаются украинским вопросом. Но в любом случае, по факту, то, что происходит в Украине и действия Америки, наводит на размышления. Вот тоже есть такая интересная версия. Хотел бы, чтобы вы откомментировали. Так все-таки Соединенные Штаты Америки в связи с этими нюансами, о которых вы говорили, теперь принуждают Украину к миру. То есть вот это вот элементы влияния, уменьшения или там опоздания с помощью, меньшие объемы, я говорю, технической помощью, там, я не знаю, там урезание денежных каких-то там дотаций и так далее, это все прямой путь к принуждению Украины сей за стол переговоров с Россией. Правильная мысль или нет? Да, безусловно. Безусловно. Это всегда было. И все эти переговоры начались, ну, как мне известно, первая встреча между американской и российской стороной началась в сентябре прошлого года. Скоро будет год. А уже, собственно, сентябрь, уже год. Вот они практически продолжались on and off, то есть встречались, не встречались, и в любой ситуации администрация Байдена никогда, абсолютно подчеркиваю, никогда не говорила о том, что их цель помочь Украине до возврата всех своих территорий. Риторика, которая развивается здесь, она не закрыта, она во всех каналах, она официально существует. Это риторика, говорящая о том, что Украина уже победила, так как она отстояла свою независимость и свою страну, что Украина не сможет вернуть все свои территории, потому что это невозможно на вою с второй экономикой мира, военная армия мира, и поэтому на каком-то этапе нужно будет искать компромисс. Но мы поможем Украине найти наиболее выгодные условия в этом компромиссе. Вот это вот всегда, подчеркиваю, всегда, без всяких исключений, была позиция Белого дома. Соответственно, когда Зеленский говорит, что боевать будут сколько угодно долго, ну в последнем интервью Масичу, но цель вернуть все свои территории непоколебимы, и при этом украинская, значит, Верховная Рада принимает закон о том, что запрещено даже лоббировать компромисс в этой войне, опять же, не обсуждая, правильно-неправильно, то мы видим четко расход, расхождение двух этих сторон, и, соответственно, Байден оказывает давление таким образом. То есть сейчас Украину, ну, скажем, пошло наказывают. То есть вы не делаете то, что я вам говорю, значит, последствия будут вот такие вот. Я вам хочу сделать заключение, простите. Значит, тогда, если Америка принуждает Украину к переговорному процессу. Более того, Лэнси Грэм недавно приезжал, тут рассказывал о том, что нужно проводить военное время выборы, а это очевидно, да, надуманный факт, потому что по Конституции и по законам Украины это невозможно, когда идет война. Значит, они недовольны нашим президентом, мягко говоря, и думают, что после выборов придет кто-то другой, кто будет более сговорчив, чем Зеленский. Я правильно понимаю? Нет, 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 нет. Давайте вот это точно сюда не вносить. Лэнси Грэм – это сенатор, республиканец из партии. Ты же вам рассказывал, что республиканцы раскололись на два лагеря. Из партии, что нужно увеличить объем поставки вооружений. То есть давайте немножко сумбурно, но шаг назад. То есть существует три направления взглядов, три категории взглядов в Америке по поводу поддержки Украины. Первая категория – нужно поставлять не спеша то, что делает Байден, с тем, чтобы не получилась эскалация и чего-то. То есть средний объем поставок – это то, что делает Байден. И так считают большинство демократов, потому что они поддерживают своего президента. Он представляет их партию. Демократы по всем вопросам населения впереди республиканцев поддержки Украины. И вот эти вот сегодня или когда вчера была 45-я капля поставки вооружений, то есть здесь кап-кап-кап, делаются исключительно для того, чтобы показать демократам основной базе электората демократической партии, что идет много вооружений. Никто же не вдавается в детали, никто не смотрит на аналитику. Просто каждые две недели мы слышим, что поставляется новое-новое-новое вооружение. Поэтому если спросить здесь демократов на улице, они считают, что Байден делает все возможное для того, чтобы помочь Украине, не вдаваясь в детали, что этого, ну то есть недостаточно в разы, просто недостаточно в разы. Это как бы один лагерь, это лагерь Байдена. Существует второй лагерь, это лагерь республиканцев. Это примерно половина, я так бы сказал, процентов 40-45 республиканцев, которые считают, что нужно прекратить любые поставки по разным причинам, от гуманитарных до геополитических, и заставить Украину признать аннексию всех территорий и заключить мир. Я, правда, не уверен, что Путин согласится на это, но это как бы за скобками их размышлений. То есть вот такая как бы вот позиция. И существует третья позиция, это 50-55 процентов республиканской партии, которые считают, что Ники Хелли из этой категории, президентский кандидат, которая в лоб сказала, что поражение Украины, это поражение Соединенных Штатов, где роль Соединенных Штатов в международной политике будет существенно уменьшена. И мы должны завалить Украину оружием, чтобы помочь украинцам вернуть все свои территории, и только это задача Соединенных Штатов. Линдзи Грайм из этой категории. И у Линдзи Грайм есть оппонент в его же партии, то есть к демократам никакого отношения не имеет, которые говорят, мы не можем помогать Украине, там коррупция и нет демократии. И Линдзи Грайм хочет, это его неосвитива, к Байдену не имеет никакого отношения, абсолютно никакого отношения, чтобы Украина провела выбор, чтобы у него, у партии, у крыла республиканцев, которые хотят помогать Украине, был аргумент о том, что там нет коррупции, что там нет демократии, что там есть демократия, и что Украина это демократическая страна, которая стоит американской поддержки. То есть это внутренняя республиканская борьба. Это не значит, что Линдзи Грайм мечтает снять Зеленского. Нет, так вопрос не стоит. Он всего лишь хочет получить справку, документ. Спасибо. Это, кстати, очень важный момент, что вы расставили все точки над «и», потому что украинцам, которые связаны с событиями, очень трудно разобраться. Видите ли, огромное количество заявлений, каких-то подводных камней, подводных течений, и это очень сложный процесс для обычного украинца, который живет в экстремальных военных условиях. Но это очень важно, потому что мы работаем с нашими партнерами, якобы, хотя, конечно, это тема для отдельного разговора. Но у меня вопрос вот такого характера. Хорошо. В ближайшее время Зеленский должен посетить Соединенные Штаты Америки. Он едет на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Будет, я так понимаю, выступать, будет как бы изъявлять свою позицию по украинскому вопросу в США. И вот эти все перетрубации, которые происходят в Украине, это напряжение. Я имею в виду, мы говорили об оставке Резникова, там он сейчас интервизирует. В СИЗО находится Коломойский, один из крупнейших олигархов в Украине. Я думаю, что этому конца и края не будет перед его поездка в США, это все спектакль или это действительно как бы случайное совпадение между этими процессами и появлением Зеленского в США в ближайшее время? Ну, тут мы в области не фактов, а моих размышлизмов. Я хочу отделять как бы мои взгляды и те факты, которые реально происходят. Значит, мое понимание следующее. Зеленский использует как повод Ассамблеи в ООН для того, чтобы встретиться с Байденом и поменять курс Байдена. То есть, он хочет переубедить Байдена, используя личную встречу для этого. То есть, он хочет сказать Байдену, что он борется с коррупцией активно, борется с олигархами, с людьми, которые в каких-то схемах. То есть, он занимается чисткой конюжен, да, как говорится? То есть, он услышал месседж, он борется с коррупцией. Коломойский у нас уже года три, как, с 19-го года больше в подсанкциях. Он считается преступником Соединенных Штатов Америки, там не будем ходить, как и почему. Вот, и существует четкое мнение, что сам Зеленский проект Коломойского, то есть, показать, что он преследует Коломойского, говорит о том, что он борется с коррупцией. То есть, смена Резникова, которая давно назревала, арест Коломойского или задержание Коломойского, не знаю, как сказать правильно. И, я думаю, последуют другие жесты такого рода, то есть, другие перед русской, да, то есть, перед СМЭ. Это попытка Зеленского начать диалог с Байденом о том, что он не сдаст своих позиций, Зеленский, насколько понимаю, то есть, Зеленский категорически настроен против компромисса. Вот, я думаю, именно для этого было сделано решение Верховной Рады. То есть, у Зеленского есть костры, это не я. Это народ в виде избранных депутатов принял это решение. Я не могу идти на переговоры, мне не даст народ. Кстати, он, по-моему, и не прав в этом. Вот. И это его попытка, таким образом, поменять курс Байдена, который сейчас явно, ну, просто цифры говорят об этом, 450 миллионов в августе поставок, где нет ни одного тяжелого вооружения, ни одного броневика, ни одного автомобиля, ничего, идут запасные части, ракеты, снаряды, пули, минометные, мины и так далее. То есть, идут просто расходники. Вот. Кроме того, есть еще один факт, который нельзя сбрасывать со счетов, он очень важный. Война артиллерийская. Тратят обе стороны огромное количество снарядов. Америка практически полностью израсходовала свой тактический запас снарядов крупнокалиберных. И именно поэтому дали кластерные снаряды. И сейчас цифры, ну, вот следующие. То есть, сейчас Америка производит 24 тысячи в месяц. К концу года, обещают, например, в прессе пишут, 28 тысяч. А Украина во время контрнаступления потребляет 16 тысяч в день. То есть, Америка производит 24 тысячи в месяц, а Украина хочет 16 тысяч в день. И увеличение производства снарядов в Украине, для Украины в Соединенных Штатах, планируется там до 28-го года. Вот. 28-го года. То есть, это за горизонтом текущей войны. Хотя, ну, хочется верить, что за горизонтом. Вот. Поэтому есть еще одна ситуация. Украина въезжает в снарядный голод. И я думаю, что предметом переговоров, ну, хотелось бы верить, будет либо передача технологий для производства снарядов в Украину, чтобы было бы очень хорошо. То есть, в Америке есть законсервированные заводы, которые, ну, там, не спеша будут расконсервироваться, с учетом соблюдения всех норм, запросов и так далее. То есть, бюрократия счета. То есть, если взять эти заводы, демонтировать и перевезти в Украину, или, допустим, в Польше, на границе с Украиной, то ситуация бы полегчала. То есть, снаряды являются огромным фактором в этой войне. Для сравнения, Россия производит около полутора миллионов в год и выходит до конца этого года на 2 миллиона снарядов в год объем. То есть, это, ну, в разы больше, чем то, что получает Украина сейчас. Да, ужасная картина. Теперь по ситуации относительно фактической и декларируемой помощи. Я знаю, что в Соединенных Штатах Америки очень активно обсуждают и распространяют в СМИ информацию о том, что нас подогревают на 60 миллиардов долларов в год военной помощи, финансовая, там, чуть ли не на 43. Ну, вы уточните, пожалуйста. Если вы владеете деталями, то вы, конечно, можете меня поправить. На самом деле, я разговаривал с экспонентом Ларионом, он сказал мне о том, что это все вранье. Украина получает там около 40 миллиардов военной помощи, имеется в виду технической помощи. А что касается денег, вообще там 18 миллиардов за год. То есть, почему в СМИ тиражируются такие высокие цифры, а по факту они значительно занижены? Ваше мнение? Тут как бы мнения нет, тут есть факты. Если можно, покажите. Можете веб-сайт показать сейчас? Если вы пойдете на наш сайт, там кроме того, конечно. Сейчас сделать бы это. Я призываю всех пойти на сайт protectukrainnow.org. Там есть прекрасная таблица, показывающая все цифры с точностью до копейки на текущий момент. Но по памяти ситуация выглядит примерно следующим образом. Все, что как-либо называется помощь Украине, на сегодняшний момент это 118 миллиардов долларов. Из которых 40 миллиардов, я по памяти говорю, это вообще к Украине никого отношения не имеет. Это помощь или деньги, выделенные Конгрессом США, которые находятся в законе об Украине, но к Украине отношения не имеют. Забыли. Осталось где-то там 80 миллиардов, из которых деньги распадаются на военную помощь и гуманитарную помощь. Соответственно, военной помощи остается, если не ошибаюсь, 44 миллиарда, из которых опять же распадается, мы говорим с начала войны, мы не говорим за этот финансовый год, мы говорим с начала войны, из которых распадается, то есть это то, что не называют committed, то есть твердо пообещали. Commitment это заверение в поставках, из которых делятся на два группы фондов, один, который называется PDA, то есть переберем его здесь и сейчас, взяли со складов Соединенных Штатов, поставили в Украину прямо сейчас. То есть это то, что реально пересекло границу Польши с Украиной или Словакия с Украиной и попало в Украину. И второе, это то, что выделили и одобрили, и которое придет в Украину в каких-то будущих периодах. То есть это оружие, которое будет делаться для Украины на заводах Соединенных Штатов. Поэтому вот эти вот 43-44 миллиарда, которые вообще о каком-либо оружии, из них то, что пересекло Украину границу и воюет в Украине, это 18,5-19 миллиардов. То есть это все, что Украина получила от Соединенных Штатов, получила в смысле не в виде обещаний, а в виде оружия. Из этого оружия всего лишь четверть – это тяжелое вооружение. Все остальное – расходники. Ну, то есть снаряды, ракеты. Это очень дорого. Война – очень другое удовольствие. Соответственно, оставшиеся 20 с чем-то миллиардов – это заказы для Украины, которые оплатит американский народ в каком-то пятилетнем будущем. То есть никакого отношения к текущим событиям, к сегодняшнему контрнаступлению это не имеет. Более того, меня это ужасно возмущает, и мы поэтому лоббируем и пытаемся давить на Белый дом, большая часть из этих вот, ну, ЕС и А это называется, фонды, то есть то, которое надо заказывать, изготовлять, еще не нашли заказчиков. То есть не то, что не разместили заказ, не то, что сделали предоплату, еще заказчиков не нашли. То есть из этих 20 миллиардов большая часть вообще наболтается в воздухе. Ну, то есть от того, что Украине американский народ выделил какие-то деньги, а Байден их не потратил, украинцам же не холодно, не жарко, согласитесь. Поэтому за всей этой шумихой цифру, которую нужно запомнить, что уровень военной помощи со стороны США, подчеркиваю, со стороны США, мы не говорим о Европе, составляет не более 19 миллиардов долларов на сегодняшний момент, все остальное это туман войны, туман войны. То есть Иларион абсолютно прав со своими цифрами, мы черпаем одни и те же источники, источники называются Пентагон, все цифры публикуются. И если вы будете читать, вот я сегодня читал пресс-релиз американский, они говорят, что на сегодняшний момент американское правительство committed, то есть поставило или пообещало поставить, вот слово committed включает вот такое вот, 43 миллиарда с копейками долларов. Да, это правда. С точки зрения поставила и пообещала поставить, 43 с копейками миллиардов долларов. Вот, все это делается, вот вся вот эта вот туман войны, исключительно, как мне кажется, для того, чтобы у демократической партии, то есть оплота демократической партии, которая очень проукраинская, то есть народ в Америке, особенно демократическая партия, то есть демократические избиратели, проукраинские, чтобы не было вопросов о том, что мало поставляют. То есть наводится тень на плетень, делается специально такого рода запутанные, странные заявления. То есть это не случайность, это часть, ну если хотите, информационно-политической операции. То есть как убедить народ, что поставляют много, в ситуации, когда поставляют существенно мало. У меня есть вопрос, который состоит из двух пунктов. Вообще вопрос касается ленд-лизы. В Украине, например, многие задают вопрос, почему ленд-лиз не заработал. Так вот, по вашему мнению, почему это произошло, что ленд-лиза пока нет? А что касается второго пункта, госпожа Маркарова, это посол Украины в Соединенных Штатах Америки, недавно сделал заявление, что она активно работает с Конгрессом для того, чтобы ленд-лиз перекинуть на следующий год, и чтобы быть уверенным, что в следующем году он сможет опять работать или заработать. Я хотел бы знать ваше мнение. Да, давайте. Значит, давайте начнем со второго вопроса. Значит, никакого отношения госпожа Маркарова к ленд-лизу и к тому, что его продлевают, не имеет. Вы слышали это заявление Маркарова или нет? Да, слышал, слышал, конечно. Она лжет. Она хочет прокатиться на шарах. То есть, на самом деле происходит следующее. Группа конгрессменов, как республиканских, так и демократических, внесла пункт, по-моему, 44-20-80, если не ошибаюсь, в закон США о бюджете для американской армии. То есть, существует огромный на 700 страницах документ о бюджетировании американской армии на следующий тринадцатый год. Вот в этот документ группа конгрессменов с обоих партий внесла строчку, ну, там буквально полстраницы, в которой будет продлен ленд-лиз. То есть, этот закон еще не подписан. Сейчас наши конгрессмены в отпуске. Они возвращаются на следующей неделе, если не ошибаюсь. И в течение ближайших недели-две этот закон будет подписан. И, соответственно, продление ленд-лиза еще на год будет подписано автоматически с подписанием этого закона. Никакого отношения госпожа Маркарова к этому не имела. Ни в ту, ни в другую сторону. Надо сказать, очень важный момент, что была сделана попытка со стороны части республиканцев вычеркнуть этот пункт из предстоящего голосования. То есть, убрать закон о продлении ленд-лиза. И 79 голосов исключительно республиканской партии проголосовали за отмену ленд-лиза. То есть, за его непродление. На 140 республиканских конгрессменов, которые проголосовали за его продление. Теперь мы знаем соотношение сил в республиканской партии. То есть, 70 за прекращение помощи Украины, 140 против прекращения, то есть, продолжения помощи Украине. Причем, республиканцы говорят не о продолжении. Республиканцы говорят о радикальном увеличении поставок. Окей. Это что касается второго вопроса, значит, роль Маркарова. Так как это произошло, Маркарова решила получить себе кредит. То есть, примазка к чужому успеху, так сказать. До этого она часто говорила, что ленд-лиз Украине не нужен. У нее были такие заявления, начиная с марта этого года. Она говорила о том, что ленд-лиз мы получим, когда захотим, но сейчас он не нужен. Ваш первый вопрос, почему ленд-лиз не активирован, он гораздо более интересен. Официальная позиция, давайте следовать официальной позиции, потому что Украина о нем не попросила. То есть, как мы, американцы, американское правительство можем заставить Украину взять то, чего Украина получать не хочет. Вот. То есть, это официальная позиция Белого дома. И вы не найдете никогда выступление Зеленского, в котором существовал он здесь. Ну, за последний, скажем, год или полтора. То есть, его не существует. У нас, видите, существует версия такая, или как нам говорят в Украине, мол, есть еще определенная программа, по которой мы более эффективно получаем бесплатно. Да, типа, за ленд-лиз нужно будет платить или возвращать. Хотя, наверное, это все, счастье, вранье. Но так или иначе, что-то нужно будет вернуть. А сейчас мы получаем по тем программам, где нам ничего не нужно платить и ни за что отвечать нам не нужно перед Соединенными Штатами Америки. Совершенно справедливая платформа. Во-первых, за ленд-лиз нужно возвращать. Там в законе просто так написано. То есть, все слухи о том, что это подарок, нет. Там в законе написано, что надо возвращать. Вот. И за эксплуатацию придется платить. Но мы говорим о совершенно символических мизерных суммах. То есть, бухгалтерская справка, не знаю, по-русски называется, депрешейшн. Ну, когда в бухгалтерских книгах стоимость оборудования падает из года в год, независимость используется оборудование. Амортизация, да? Амортизация, вот, амортизация, забыл. Вот. То есть, срок амортизации военной техники 10 лет. То есть, 10 лет оборудование стоит ценами томолома. Это не означает. Он может быть законсервированный, просто все 10 лет абсолютно с иголочки. Там требует какого-то, значит, минимального обслуживания. И оно готово нести свою функцию. Но через 10 лет он амортизируется. Поэтому, если мы возьмем, ну, те же самые американские танки, мы не сделали ни одного Абрамса за последние 10 лет. И все Абрамсы заведомо амортизированы практически в 20% своей начальной цены. И посчитаем, сколько стоит там месячная эксплуатация или месячная стоимость аренды этого танка, мы получаем смешные цены. То есть, это самое. Вот. Вот этот страшный, как мне кажется, страшный аргумент о том, что нам поставляют все бесплатно, поэтому зачем нам платить хоть какие-либо деньги, строится на, как мне кажется, одной фундаментальной и ошибочной аксиоме, что поставляют достаточно. То есть, если оружие в Украину поставляют достаточно, вот это зачем мне платить, если я могу получить бесплатно? Это абсолютно простая логика. Но мне кажется, что аксиома, что поставляют достаточно, глубоко ошибочная. Просто глубоко ошибочная. Фундаментально ошибочная. И так как война продолжается, то в этом треугольнике цели, то есть, есть такой треугольник, значит, одна уменьшит цель. Уменьшать цели Украина не хочет. Второе – увеличить вооружение. Способ решить задачу. То есть, радикальное увеличение вооружения, естественно, решает задачу на поле боя. Украина не просит луна здесь. И, соответственно, остается третья катет этого или третья сторона этого треугольника, потери и жертвы во время войны. Ну, то есть, если там послать всех украинцев с виллами и граблями, я уточняю, не говорю, что это будет, просто вот доводя до абсурда, то, наверное, они всех переколят. Но при этом погибнет огромное количество людей. Вот. То есть, расплачивается за недолендлиц или неадекватные поставки вооружения, нет, ни малейшее сомнение, что вооружений неадекватное количество, там, приводят цифры, данные, ну, по-моему, это совершенно очевидный факт. Это уровень потерь, ну, которых мы не знаем, который однозначно существенный и которых могло бы не быть этот уровень потерь, то есть, человеческими жизнями расплачивается, что мы тут считаем. Вот. Если бы Зеленский сказал вслух слово «лендлиц». То есть, все, что Зеленскому нужно делать, кстати, есть петиция, петиция у вас в Украине, подписывается украинцами, Зеленский должен официально потребовать «лендлиц» у Соединенных Штатов. И если это произойдет, не факт, что его дадут, дальше будет уже, как бы, мяч на стороне Байдена. Вот. А сейчас у Байдена четкая позиция, ну, о чем будем говорить в «лендлице», если Украине это невыгодно. То есть, это в лоб, опять же, Байден, как и Зеленский, никогда слова «лендлиц» не говорил, но Кирби, адмирал Кирби, Джон Кирби, у него спросили, что с «лендлицом», он сказал, что «Украине-то невыгодно», зачем мы будем заставлять делать то, что «Украине-то невыгодно», да, Кир? Да, я знаю об этом, я слышал это заявление. Кстати, следующий год, это избирательный президентский год в Соединенных Штатах Америки. Насколько я знаю, Байден дал понять, что он идет на второй срок. Хотя, конечно, у него возраст, я смотрел недавно на социсследования американские, там, три четверти опрошенных, как бы, недовольные тем, что у него большой возраст, а это их беспокоит. Но я напомню, что прямой конкурент Трамп, он на три года моложе. То есть, я так просто провожу параллели. Но в любом случае, если Байден еще как-то для Украины понятен, то что касается прихода Трампа второй раз, если это случится, его позиция меня удивила. Вот вы вспоминали Ромасвами, правильно? Это такой предприниматель, который сейчас выиграл праймарис, да, там, дебаты выиграл, да, у республиканской партии внутри. И сказал Трамп, что в случае его победы на выборах президентские в 2024 году абсолютно логично было бы видеть Ромасвами вице-президентом, да, при нем. Меня это напрягает, потому что, ну как, удивляет, потому что Ромасвами делает свою политическую карьеру на антиукраинских заявлениях. Притом открытых он не скрывает, что не хотят, как бы, его единомышленники тратить деньги на Украину. У них и так в Америке своих много проблем. И вообще другую политику он исповедует в этом вопросе. Что вы по этому поводу думаете? Тут много разных технических ошибок. Давайте немножко разбираться с тем, что вы сказали, если позволяете. Значит, во-первых, да, действительно, Трамп технически там на три года младше. Проблема не в том, что Байден старт, проблема в том, что Байден замирает на ходу, падает на ровном месте. То есть он физически очень слабо выглядит. Простите, но это он и делал, когда ему было 72-74. Не до такой степени. Не до такой степени. То есть он выглядит очень слабо физически, и это как бы консерн. Трамп, не то что я там пытаюсь помочь чем-то Трампу, выглядит гораздо более энергичнее. Ну, то есть при всех прочих равных условиях. Вот. Значит, во-вторых, Вивек Ромасвами не выиграл эти дебаты. То есть выигранными дебатами считается, если твой рейтинг существенно поднялся после этих дебатов. У него рейтинг существенно не поднялся. Но это противоречит заявлению Трампа, который сказал, что после этих дебатов он был бы рад видеть виза-президента Ромасвами у себя в комедите. Нет, это не противоречит заявлению Трампа, потому что основная цель Вивека Ромасвами, значит, что он очень умный парень. Он очень умный человек. Его позиция следующая. Он считает, что у Трампа есть существенный шанс победить в этой войне. Победить в этой войне. Победить в выборах. И он хочет быть вице-президентом Трампа. То есть вся его политика, вся его вот эта вот предвыборная кампания, он хочет стать женой Трампа. То есть господин назначил меня любимой женой. Вот. Вот это то, что он хочет. Он не собирается быть президентом сам по себе. И в этом смысле он хорошо дополняет Трампа. То есть, во-первых, он прекрасный оратор. То есть человек, владеющий словом, интеллектуал, прекрасная речь. Трамп косноязычен. То есть там, где Трамп не может донести свою мысль, это доносит ее гораздо элегантнее, и чище, чище, четче. То есть вот это важно. Во-вторых, он моложе Трампа. И он майнорити. Он индейского происхождения, что для многих как бы важно. То есть Трамп не расист, его вице-президент. Это не белый седоволосый Майкл Пенс, а молодой, энергичный Рамос Ван. То есть был бы он женщиной, было бы еще лучше. Ну, что есть, то есть. Вот. Значит, поэтому он хочет быть вице-президентом при Трампе вот в этой связке. Скорее всего, эту цель на этих дебатах он достигнул. То есть он будет озвучивать адженду Трампа. То есть он говорящая голова Трампа. Трамп на дебаты не пришел, мог бы, но не пришел, не захотел. Вместо этого, как в сказке о побеге, и работники его обалдет, побегает со своим младшим братом. Ну вот прибежал, помните сказку, да, рассказывать не надо. И прибежал младший брат, вот этот зайчик, который бегал по полю, всех замотал. Вот примерно та тенденция, то, что происходит. То есть это сильная связка. Рамос Ван каризматичен. Он уже третий, при том, что он же пришел ниоткуда, не политик. У него очень-очень хороший месседж. Ну, в хорошем смысле продаваемый. Не важно, хороший, плохой, продаваемый. И он озвучивает то, что, в принципе, говорит Трамп. Ну, Трамп консакрасноязычен. Трампа тяжело понять, что он там говорит. А этот очень хорошо артикулирует. Поэтому я считаю, что позиция Рамос Вами, это однозначно позиция Трампа. Войну надо заканчивать. В любой, как только эта пара получит власть, они готовы заканчивать войну. Потом подписание любых передач и территорий. Вот. И с этой точки зрения он получил любовный взгляд и воздушный поцелуй от своего будущего мужа, если взять аналогию, из «Белого солнца пустыни», господин назначил меня любимой женой. Но это не значит, что Трамп станет кандидатом. И если Трамп кандидатом не станет, то вся позиция Рамос Вами строится ни на чем. Но, кстати, вот интересная тоже история. Я, конечно, живу на другом континенте, но я знаю, что все тучи, которые сгустились над Трампом, сделали парадоксальную вещь. Они еще более поспособствовали поднять его рейтинги на возможных выборах 24-го. Ну, а в чем парадокс? В чем парадокс? Его рейтинг не поднялся. Это неправда, это не так. Это не совсем так. Поднялся его рейтинг среди республиканской партии. То есть республиканцы пришли в ярость от того, что используется государственный ресурс, используются следственный аппарат и судебный аппарат для политического давления. Республиканцы пришли в ярость, и их ярость заключается в том, что мы будем поддерживать Трампа. То есть каждый раз, когда Трампа выдвигают обвинения, уже было четыре набора обвинений выдвинуто, Трампу набрасывают миллионы долларов в копилку его компаний, просто народ. И его популярность среди республиканцев продолжает расти именно благодаря этим обвинениям. Это совершенно очевидно, совершенно прямая реакция. Вы мощите моего кандидата, я буду его поддерживать вопреки вам. И как ни странно, это то, что хочет демократическая партия. Потому что Трамп из всего набора верхушки республиканцев наиболее уязвимый кандидат. Ну, то есть представить себе молодого, харизматичного Десантоса в борьбе с старым Байденом невозможно. То есть у Десантоса дети младше, чем внуки Байдена. Ну, то есть там новое поколение. Вот, поэтому из всех предложенных, так сказать, со стороны республиканцев, кандидатов, Трамп наиболее устраивающий. Не то, что демократы любят Трампа, они его ненавидят. Но они хотят Трампа, они делают ему вот такой вот черный пиар. А смотреть нужно в корень, как говорил Козьма Протков. Зари в корень. А корень заключается, как относятся к обвинениям Трампа независимые избиратели. То есть демократы никогда не проголосуют за Трампа, они его ненавидят. Республиканцы, та часть, которая поддерживает Трампа, проголосуют за него, даже если он просто будет в тюрьме, они его изберут. Там нет сомнений. А вот большой вопрос будет себя вести независимые кандидаты. Те, которые не за Трампа и не за Байдена. Те, которые могут голосовать за любую парню. И согласно опросу мнения, Трамп теряет среди независимых. То есть вот эта вот кампания против Трампа под лозунгом «нет дыма без огня» он теряет поддержку независимых. Тем самым он теряет шансы быть избранным. То есть с обратной стороны все то же самое. У Трампа очень высокий антирейтинг. То есть он очень популярен среди республиканцев. Но этого недостаточно стать президентом. Для того, чтобы стать президентом, он должен популяриться среди республиканцев и независимых. А у него очень высокий антирейтинг. Поэтому плюс есть технические вещи, которые сейчас могут быть использованы, чтобы не дать Трампу избираться вообще. То есть идеальный расклад для демократов, когда Трамп становится на мини, там, допустим, Трамп Рамасвани становится на мини, и в этот момент находится какая-то техническая процедура, которая запрещает Трампу вообще избираться. И тогда республиканцы остаются практически без кандидата. Вот это лучший расклад. Байден очень непопулярен. Ну, вы сами цитируете, где 35%. Три четверти американцев не хотят, чтобы он снова избирался. Нет, ну там не сказано, что не хотят, чтобы избирался. Они обеспокоены высоким возрастом этого человека. Ну, там вопрос бы ставлен, предпочтили бы вы, чтобы другой кандидат демократической партии был бы быстрым кандидатом. Три четверти сказали, да, предпочтили бы, чтобы другой кандидат был. Вот так. Но, кроме того, мы же говорили сегодня о коррупции семьи Байденов. То есть против Байдена совершенно серьезно сейчас развивается крупнейший коррупционный скандал в Америке. То есть эта машинка доиграет до конца, и республиканцы не остановятся. То есть им, понятным делом, раскручивают республиканцы, но там есть что раскручивать, и они не остановятся. Поэтому ситуация очень динамичная. То есть мои предсказания, я об этом говорю, что президентом не будет ни Трамп, ни Байден. То есть кто-то будет третье лицо, о которых мы не знаем. Спасибо за детальное объяснение. И если можно, однозначный ответ. Вот вы говорите, что в Америке начинается, будем говорить так, огромное дело по коррупции Байденов. Может быть поэтому реинкарнирован и ожил бывший генеральный прокурор Шокин, который дал интервью одному из американских изданий, где детально рассказывал о ситуации с Хантером Байденом, буризмой, портфелем компромата и всей этой истории, что Хантер Байден позвонит папе и избавится от Шокина. Что, в общем-то, и произошло. То есть это американцы подогревают нашего бывшего генерального прокурора? Да, безусловно, безусловно. То есть с опозданием, там уже не знаю, на сколько лет, эта история получила полностью свое освещение здесь. То есть для всех украинцев это старые новости. То, что была буризма, то, что приезжал Байден, это все старые новости. Вот для американцев, в смысле для республиканской половины, то есть демократы до сих пор не в курсе. То есть независимые начинают въезжать, республиканцы взбешены, как носороги. То есть фактов, подтверждающих коррупцию семьи Байдена, оно просто зашкаливает. То есть, ну если мой любимый всегда тест политический, левый на правый, правый на левый. Что если бы это был не Трамп, не Байден, а Трамп. Ну просто вот посмотреть, как бы... То есть если бы эти факты были против Трампа, он бы давно был сейчас бы уже снят, уволен, и республиканцы тоже голосовали за издательство. То есть факты коррупции семьи Байдена ошеломляющие. То есть Конгресс опубликовал документ, в котором показано 20 миллиардов долларов денежных проводок, просто счета, номеры счетов, переводы, названия компании, прокладок и так далее, по которым Байдены получали деньги от международных лиц. Причем эти лица, это китайская компартия, это Буризма, это жена мэра Москвы и так далее, и так далее, и так далее. То есть там просто, ну вот... И это Конгресс. То есть нельзя сказать, что это просто сплетни, что это желтая пресса. Нет, это Конгресс США повесил документ на этом самом. Нарисованы стрелочками, как связаны все эти корпоративные схемы, указаны фотографии, с кем он встречался, в какие дни он встречался, получая какие взятки. Там был Казахстан, там была Румыния какая-то. Там много разных стран заносило семье Байдена взятки. То есть это не только Украина, не только Китай. Вот, поэтому позиция Байдена очень слабая. Позиция Байдена очень слабая. И возникает вопрос, зачем он держится за эту слабую позицию. Ну и тоже ответа на это нет. Наверное, потому что не посадили его сына. Потому что, похоже, сына будут сажать. То есть его старика пожалеют, сына посадят. А он у него единственный сын. То есть его как бы власть, он хочет сохранить власть, попытаться защитить своего сына, я не знаю. То есть все очень странно в этом выборном сезоне. Вероятность того, что у нас будут два кандидата, оба под следствием, практически 100%. То есть Трамп уже под следствием, Байден к началу следующего года точно будет под следствием. Обвинен, не обвинен, это самое. И ситуация, когда у нас два криминальных авторитета борются за власть, она для Америки беспрецедентна. Под криминальный авторитет. Не смешно, но на самом деле так оно и выглядит. В общем, вечер перестает быть томным. Вечер давно перестает быть томным. Как я говорю, запасайтесь с попкорном. Но для Украины это все очень-очень грустная новость. Это все очень грустно, потому что, ну, как минимум, Украина выпадает из фокуса общественного мнения. То есть уже в лоб. То есть будет не до Украины, будут все смотреть, значит, развитие всех этих американского политикума. Вот. Украина выпадает из фокуса. Это раз. Во-вторых, позиция Трампа и Векар-Армасвами однозначно антиукраинская. Причем Трамп не является пророссийским. Векар-Армасвами просто пророссийский. То есть тут есть еще нюансы. То есть антиукраинский не означает пророссийский. Вот. И позиция Рамасвами пророссийская заключается в том, что он говорит, что Россия это существенная военная армия мира. И нам нужно, чтобы она в нашей борьбе с Китаем была на нашей стороне, а не на стороне Китая. Поэтому давайте отдадим, не мое мнение, я просто цитирую Рамасвами дословно. Давайте отдадим Путину Украину с тем, что Путин был за нас. Я не вижу в этом никакой логии. Кто вам обещал, что если вы отдадите Украину Путину, Путин перестанет быть в постели с Китаем. Ну то есть я не вижу этой связи. Ну да, как-то очень примитивное мышление, потому что на самом деле либо человек не понимает статус-кво и как бы систему координат, аж делает такие выводы, а я абсолютно разделяю его с точку зрения. Это так и выглядит. Нет, ну ему вот на этих же дебатах, это он озвучил на тех дебатах, ему это Ники Хэлли сказала в лоб, что у вас ноль международного опыта, и это, к сожалению, не видно. Ну, я получше не скажу, она это в лоб ему сказала. То есть надо тут же заметить, что у республиканцев есть три или четыре кандидата, которые радикально за Украину. То есть Ди Сантос не обозначил свою позицию. Он между строгими... Ну, пару выпадов было, было пару выпадов, он делал и говорил... Он говорит, как у нас говорят, есть такая поговорка об объеме стороны рта, босс-тайдус-манш. Вот, значит, он сказал, что это региональная война, до которой надо никакого дела. И когда его тут же спросили, это ваша позиция, он сказал, не-не-не, я имею в виду, что региональная война, но война очень важная и существенная, мы должны помогать Украине, но война же все равно региональная. Это такой тертый калачек сумел выводиться. Ну, то есть, формально он прав. Ну, то есть, когда его прижали, это ваша позиция по Украине, региональная война, мы не помогаем. Он говорит, нет-нет-нет, это региональная война. Она же идет в отдельно взятом регионе, правильно? Не глобальная война, не глобальная. Но помогать надо, помогать мы будем. То есть, у него позиция не преодолена. Причем, несколько раз он туда-сюда тасовал. То есть, он хочет сидеть задницей на обоих стульях. Вот, Трамп позицию свою озвучил. Вот, Вивек Ромасвами, который, значит, хочет быть с Трампом, свою позицию озвучил. А дальше идет набор кандидатов в республиканской партии, которые радикально хотят увеличить помощь. То есть, их позиция, ну, кстати, моя позиция совершенно очевидная, никогда ее не менял, что в геополитических условиях, если Российская Федерация аннексирует часть украинских территорий, и при этом мир это проглотит, то есть, снимут санкции, подпишут договоры, чернилы высохнут, и все пойдут продолжать, значит, бизнес as usual, то есть, все как есть, то это означает конец того, ну, относительного благополучия в мире, который был с 45-го года. Мы въезжаем в ситуацию, когда Америка не контролирует международную политику, и ядерная эскалация или ядерная угроза приводит к аннексии территорий, и мы просто увидим, там, через 10 лет, еще там 10-15 стран, у которых там появится ядерное оружие. То есть, если маленький Израиль в 60-м году сделал ядерное оружие, я думаю, такие страны, как тот же Иран и та же Польша и так далее, начнут делать свои ядерное оружие. Поэтому мы столкнемся с распространением ядерного оружия в мире, нарушение всего этой системы международной безопасности, и это катастрофа. Не говоря уже о том, что, ну, просто вот в начале лета, если я ошибаюсь, в июне, Китай без всякого шума опубликовал доктрину о том, что в течение пяти лет остров Тайвань должен вернуться в родную гавань. И они сейчас крутят по китайскому телевидению, значит, учебные маневры, как китайские солдаты готовятся высаживаться на берегах Тайваньского острова. То есть падение Украины, под падением я имею в виду аннексию территорий. Мне даже не принципиально, сколько много. Плюс такмак, минус такмак, это не принципиально. Но сам факт того, что Путин путем военной, причем войны, путем войны аннексировал территорию, является концом мира, как мы его знаем. Спасибо. Мы ставим три точки. Сергей, вы очень интересный собеседник, приятно иметь с вами дело. Надеюсь, на благословность в будущем. Время от времени, надеюсь, на встречу. Спасибо. Звоните, буду рад. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые зрители, что смотрели нас. Подписывайтесь на мой канал. Сегодня гостем канала Дикий Лайв был Сергей Любарский, предприниматель, блогер, аналитик, публицист, лоббист украинских интересов в США. Жму вашу руку. Спасибо за то, что посмотрели это интервью. Пожалуйста, подписывайтесь. С уважением, Виталий Дикий. Не теряйте оптимизм. И через небольшой промежуток времени мы снова встретимся. Всего хорошего.